Спасибо большое. Неизбежная близость или даже давка. Так можно описать поездку в городских автобусах. Плата за проезд периодически поднимается, но проблемы остаются. Морально устаревшие салоны, нерегулярность рейсов. А ведь новая схема движения в районе нового рынка, как неоднократно говорили чиновники, ориентирована именно на то, чтобы жители Барнаула пересаживались на общественный транспорт. Предположим, 30% автомобилистов города Барнаула пересели на общественный транспорт. Для этого нужно увеличить количество автобусов. То количество автобусов на существующих маршрутов, даже там, где они составляют нормативы, оно и так заполнено. А там, где нет нормативов. И, кстати, давка уже в общественном транспорте наблюдается не только в часы пика. И в итоге мотивации у людей пересаживаться на нормальный общественный транспорт его нет, потому что общественного транспорта нормального нет. В мэрии нам сообщили, что с перевозчиками проводятся рабочие встречи, в том числе по организации бесперебойной работы транспорта на период закрытия путепровода. Также в администрации заявляют, что перевозчики имеют достаточное количество исправных подвижных единиц, способных обеспечить работу общественного транспорта. И в случае увеличения пассажиропотока по муниципальным маршрутам число машин должно быть увеличено. Вообще хотелось бы, чтобы в целом приоритет не только на период реконструкции путепровода, но и в целом в городе на все века был к общественному транспорту. Понятно, что к общественному транспорту есть вопросы. Это и регулярность, это и комфорт в тех автобусах, которые мы на сегодняшний день имеем. Но этот процесс взаимосвязан. При переходе пассажира увеличивается доходность на транспорте, там появляется возможность какого-то обновления. Также в мэрии напомнили, по муниципальным маршрутам проводятся открытые конкурсы и по итогам предпочтение отдается участникам, закупившим новые автобусы для перевозки пассажиров. Но оценят ли жители города все прелести общественного транспорта, покажет время. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.